Из военно-политических новостей надо отметить, ну, хотелось бы прокомментировать вчерашнее сообщение о том, что армия Российской Федерации это ОРИКС-агентство, которое оценивает потери визуально подтвержденные, нас самооценивает и засчитывает точнее. То есть, когда есть фото-видео доказательства, они эту потерю засчитывают как реальную. Все остальное они не воспринимают. Так вот, это агентство насчитало на сегодняшний день потери Российской армии в технике и вооружении почти 5 тысяч единиц. 4 927 единиц техники, они считают, что подтвержденно уничтожены на сегодняшний день. Из них 198 повреждены, 300 единиц техники брошены и 2619 единиц техники захвачены. Кстати, объясню сразу, что количество захваченной техники, потому что его легко подтвердить, они видели бортовые номера или там характерные какие-то отличительные признаки на фото-видеоматериалах. Той техники, которая была захвачена нашими войсками, отремонтирована и стала в строй. Поэтому их больше всего. На самом деле, количество уничтоженной техники намного больше. Намного, в разы больше. Так отмечу. Но и тем не менее, скажу так, вот если мы, допустим, считаем, что мы уничтожили 2895 танков, это почти 60, даже больше, наверное, 3,5 тысячи танков у них в боевом составе на сегодняшний день в сухопутных войсках. И здесь получается практически мы 70% танков уничтожили из состава сухопутных войск Российской Федерации. Если брать, ну, грубо берем, 2900, без пяти танков, 2900. В среднем в танковой дивизии где-то 220-250 машин, в зависимости от модификации. Вот посчитайте, это 12 танковых дивизий мы уничтожили за 9 месяцев этой войны. Вот такой вот урожай мы собрали и продолжаем собирать на полях сражения в нашей стране в борьбе с нашим оккупантом. Далее стоит отметить, продолжается военно-техническая помощь в Украине от стран-партнеров, от вот этой вот большой коалиции. От Литвы мы получаем, об этом объявил министр национальной обороны Литвы Аношаускас, что после заседания Совета Государственной Обороны, как сообщает издание ЛРТ Литовская, Украина получит боеприпасы, дополнительные боеприпасы от Литвы. Это не входит в эти пакеты, которые предоставляются после заседания Ранштайна. В Ранштайне это дополнительная помощь. И в общей сложности сумма поддержки, по словам министра, уже достигла 640 миллионов евро, только от Литвы. А военная поддержка составляет более 232 миллионов. Вот такую еще поддержку. Далее Люксембург. Тоже, ну Люксембург вообще, вооруженные силы Люксембурга, скажу вам так, это одна из самых маленьких армий в мире, она насчитывает порядка 450 военнослужащих, меньше одного батальона. Но при этом это полноценная армия. И тем не менее, министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш сообщил о предоставлении Украине внедорожников Хамвей. Количество, правда, не указывается, но тем не менее, Люксембург передаст нам эти бронированные машины, многоцелевые машины, бронированные типа Хамвей. Далее, помощь выражается и не только в военной, но и в финансовой помощи. Но и в финансовой помощи. Дополнительно Европейский Союз выделит Украине 2,5 миллиарда евро. А вообще, об этом заявила Урсула фон дер Ляйен после очередного совещания в Европейской комиссии. А вообще, в 2003 году Европейская комиссия планирует выделить Украине 18 миллиардов евро для поддержки нашей экономики и нашего государства от Европейского Союза. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, по полтора миллиарда в месяц они будут выделять для стабилизации финансовой и экономической ситуации в Украине. Следующая новость. Испанские полицейские приедут в Украину для оказания помощи нам в расследовании военных преступлений Российской Федерации. Кстати, я напомню, что у нас работают польские, по-моему, и французские. Французская жандармерия и польские следователи для, по-моему, еще датчане или шведы работают. Кто-то из скандинавских стран тоже участвует. Фактически мы уже формируем вот эти страны, которые предоставляют правоохранители свои для документации военных преступлений, совершенных российскими войсками на территории Украины. Это фактически формируется уже как материал уголовного дела, так, я думаю, страны-участницы международного уголовного трибунала, который будет судить. Кстати, судить будет не только солдат и офицеров российской армии, которые эти приказы отдавали и которые совершали эти преступления. Но трибунал, это то, что на парламентской ассамблее НАТО говорилось, этот трибунал сможет привлечь к уголовной ответственности и чиновников, и политических лидеров Российской Федерации, включая Путина. Естественно, он будет преступник номер один, как когда-то был Гитлер. Доживет он до суда или нет, это уже вопрос риторический, и это уже будет, мы будем с вами наблюдать, наблюдать уже в ходе самих событий. Но тем не менее, неважно, значит, если он не доживет, значит он будет осужден заочно, и память о нем будет как о Гитлере, о новом преступнике, военном преступнике, самым крупном военном преступнике, наверное, 21 века. Ну, знаете, новость, я вчера в заголовке это написал, еще одно, что парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом. Об этом мы узнали по материалам заседания. Кстати, теперь получается, что ни одна страна, член НАТО, не может с государством-террористом иметь никаких контактов. Проголосовали все единогласно, все члены парламентской ассамблеи НАТО. Так что, посмотрим, как это будет воплощаться в жизнь. Далее, Российская Федерация не сдержала договоренности по Сирии, заключенные или подписанные в Сочи в 2019 году. Об этом заявил президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. Именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по объектам-террористам в сирийском Кабане. Согласно договору, Кремль взял на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии от террористов. И эти обязательства не выполнил. Поэтому Турция вместо России, в результате невыполнения Российской Федерации этих обязательств, Турция взяла на себя вот эту миссию, тяжелую военную миссию, как они считают, по зачистке отдельных территорий, в том числе Турции, извините, в том числе Сирии, от террористических или незаконных вооруженных формирований, или террористических организаций, как они их считают. Я скажу, что это очень серьезное обвинение со стороны Турции для Российской Федерации. Интересно очень будет послушать, как Путин отреагирует на такие открытые обвинения со стороны турецкого президента. Преступления растут, причем преступления в Российской армии касаются не только граждан Украины. Оказывается, российские военные, ну, наверное, знаете, я вам скажу так, наверное, это будет самое большое или самое массовое преступление со стороны российского политического и военного руководства. Причем оно будет против российских граждан. Что я имею в виду? Дело в том, что Российская Федерация не хочет забирать тела своих убитых солдат. У нас их накопилось очень много. Мы их храним в рефляжераторных вагонах, храним в этих пластиковых пакетах. Вы не представляете, сколько тел остается на полях. Мы не в состоянии все убрать и собрать. Это особенно в условиях боевых действий. И что делает российское командование? Они стараются максимально уничтожить тела. Работают полевые крематории. Я уже вам об этом говорил. Которые еще с 2014 года заведены в Украину с Российской Федерацией. Волчевске на металлургическом кабинете пытались сжигать в печах тела. Я в крематории организовываю, я вам приводил пример, в районе Такмака на масляном заводе. Везде, где угодно. И вот новое преступление российского командования, что военные Российской Федерации сжигали тела своих солдат на свалке в Херсоне. По информации здания, это пишет The Guardian. По информации здания, на свалку приезжали грузовики с черными мешками, после чего, по полученной The Guardian информации от местных жителей, чувствовался запах горелого мяса. Во время сжигания оккупационные подразделения брали свалку в кольцо. То есть, они выставляли оцепление, чтобы, не дай бог, никто не прошел на территорию свалки. Так что, и приказ у солдат оцепления был никого не допускать на территорию свалки, чтобы не было утечки информации. Россияне пригнали КАМАЗ, наполненный мусором и трупами, и разгрузили его. Сказал мусоросборщик, который работает на этой свалке. Естественно, человек боится называть свое имя. Он общался с журналистами, но без указания его персональных данных. Вы думаете, кто-то собирался их похоронить, они сбросили их, а потом высыпали мусор и все, и подожгли. Вот что делать. Для чего это делается? Стараются скрыть максимально потери. Дело в том, что тела тех, кого они найдут, будут числиться без вести. И родственники не узнают, где могила этих военных. Это раз. Второе. Они не смогут получить никакие компенсационные выплаты на своих родственников. Это два. Ну и российское командование максимально старается уменьшить потери. Кстати, даже те тела, которые мы сохраняем, я не думаю, что в Российской Федерации найдутся деньги для проведения генетического анализа, чтобы определить принадлежность этих людей. Тем более, когда десятки тысяч тел определить. Ну, это объем работы неимоверный. Это количество материала генетического неимоверное. И стоимость этих работ тоже самая. Сегодня ДНК-анализ довольно дорогое удовольствие. Пока еще. Далее. Очень интересная новость в Киеве. Не только в Киеве, а по территории Украины. Наконец-то, аллилуйя, служба безопасности Украины дошла до того, что сейчас проводятся обыски в церковных учреждениях. В частности, в Киево-Печерской лавре. И объясню ситуацию. И что происходит. Там происходят обыски и опрос вот этих всех проживающих в лавре. Там послушников, монахов, настоятелей. Проходит их опрос. Что ищут? Ищут схроны. Ищут оружие. Ищут запрещенную литературу. Ищут связь с военным командованием Российской Федерации. Я в описании к этому видео дам ссылку на статью, которую любезно предоставила мне организация Deep State Map. Которая ведет свой сайт. И известную карту, которой я тоже рекомендую вам пользоваться. Потому что она на сегодняшний день полностью отображает ход боевых действий. Так вот, там четко сказано. Оказывается, в первые дни, вот то, что нам рассказывали, в первые дни войны в центре города на Печерске шли бои. Уличные бои по зачистке диверсионно-разведных групп. Причем первые диверсионно-разведные группы, которые появились буквально на второй день боевых действий, которые начала Россия против Украины, они даже шли, не скрываясь, с автоматами на перевес и с помощью селфи-палки делали селфи на улицах Киева. И выкладывали это в сеть, что они уже захватили Печерск, захватили центры принятия решений в Киеве. Но потом наши подразделения вступили с ними в бой и началась зачистка. Оказывается, они прятались в катакомбах Киева-Печерской лавры. Естественно, они не могли туда проникнуть без допуска, который им предоставили настоятели этой лавры, а именно представители православной церкви Московского Патриархата. Именно с этим уголовным делом связана, как гласит статья, ну почитайте, там есть карта катакомб, и оказывается, действительно, уличные бои были. Спецназ Российской Федерации в гражданской одежде, с боеприпасами, с оружием находился в этих катакомбах, выходил в первые дни из катакомб и шел на захват административных зданий в городе Киеве. Отсюда и были уличные бои в центре города. Отсюда и вот эти вот ночные перестрелки, которые слышали практически киевляне, живущие в этих районах. Наконец-то до этого добрались. Ну, надеюсь, что результат этот будет. И, кстати, государство, там принято решение не просто провести обыск в этих помещениях и катакомбах, но и взять их под постоянный контроль. То есть, теперь мы их будем контролировать. Ну, я бы еще, конечно, было бы неплохо, чтобы Минкульт разорвал договора об аренде этих помещений и выдворил эту церковь Московского Патриархата с территории Украины. Ну что ж, и еще одна очень интересная новость, которая отвечает на вопрос. Вот была информация о том, что в Соединенных Штатах закончилось оружие на складах, и как же они будут. А я вам говорю, что Соединенные Штаты раскручивают свой военно-промышленный комплекс. И вполне возможно, что поставки вооружений, которые идут в Украину, помогут армии США обновить свои военные запасы. Как оказалось, так оно и есть. Соединенные Штаты ускорили процесс пополнения своих складских запасов оружия. За последние месяцы армия Соединенных Штатов заключила контракт на 2,6 миллиарда долларов для замены вооружения, поставленного в Украину. Сообщает об этом Пентагон. Так что не надо переживать, что в Соединенных Штатах закончится вооружение. А на складах там еще есть, из чего брать, из чего выбирать. Я вам ранее приводил в пример, это визит Джо Байдена, по-моему, в июне месяце, на завод по производству Джевелина, противотанковых комплексов. Где Байден, беседуя с рабочими и представителями руководства завода, задал простой вопрос. Можете увеличить или удвоить, или утроить выпуск этих Джевелинов? Сказать, конечно, да, пожалуйста, госзаказ, и будет столько Джевелинов, сколько потребуется. Так что вот такие военно-политические новости сегодня происходят в Украине и вокруг нее. Финансовую помощь нам дают, военно-техническую помощь дополнительную нам дают. Тут оружие в Соединенных Штатах не закончится, потому что ВПК уже американский работает на полную мощность или набирает обороты, раскручивается, заключает армия США контракты на восполнение тех издержек, которые по оружию и технике, которые они поставляют в Украину. Вот такие вот сегодня новости. Редактор субтитров А.Семкин